Вопрос изложения в учебнике истории России для 10-11 классов исторического факта депортации ряда народов СССР, в числе которых был и репрессированный карачаевский народ, находится на особом контроле главы Карачаева Черкесии Рашида Темрезова. Ранее глава республики при встрече с министром просвещения России Сергеем Кравцовым договорились о дальнейших действиях по справедливому изложению темы репрессии в учебнике. Представители науки высоко оценили гражданскую позицию главы региона по недопущению искажения исторической правды. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Искажения исторической правды являются недопустимыми, поэтому подобная информация не должна присутствовать в учебниках по истории России. Созданную рабочую группу, в которую вошли главы субъектов, чьи народы были репрессированы, вошел и глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов. Они довели до автора книги Владимира Бединского о необходимости исправления данной главы. Представители науки нашего региона высоко оценили вклад главы республики за сохранение исторической правды в учебном материале для школьников. Депортация была совершенно... Это насильственный акт, совершенный в отношении всего народа, который совершенно ни в чем не виноват, что это совершенно недопустимо, что это противоречит законам человечности, не говоря уже о правовых законах. Соответственно, первоначально общественные организации регионов, а затем и главы республик, и здесь большой респект главе Карачаева Черкесской республики Рашиду Бориспеевичу Темрезову, они обратились в Министерство просвещения с тем, что этот учебник, в частности, абзац данного параграфа, необходимо убрать или совершенно по-другому изложить. Глава республики Рашид Темрезов отметил, что репрессии в отношении целых народов нашей многонациональной страны является несправедливостью и преступлением. И мы, со своей стороны, благодарны ему за его гражданскую позицию. В этом вопросе отмечают представители научной интеллигенции. Здесь глава республики проявил не просто свою гражданскую позицию, он проявил и понимание потребностей народов в правдивом изложении истории. И, естественно, в наших условиях, в условиях, когда мы говорим о сохранении исторической памяти, мы должны хранить историческую память, а не всевозможные интерпретации фактов. Любые спекуляции на эту тему недопустимы, и уже в новых редакциях будет изложено правильное с точки зрения истории информация. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия.